Добрый вечер, добро пожаловать на шоу Такера Карлсона. Есть много далеких мест в этом мире, Намибия, например, но Европа не входит в их число. Европа — это где ваши дети учились на третьем курсе. До Европы легко долететь с восточного побережья США, практически до любого места на континенте. Вы знаете это, если проводили отпуск в Европе, как и миллионы американцев, по большей части в Европе говорят по-английски. У них есть Старбакс и Такобелл, кондиционеры и современные больницы. Это не другой мир. Учитывая все это, а также то, насколько тесно США всегда были связаны с Европой, можно подумать, что наши лидеры заметили бы, что Европа начала разваливаться. Особенно, когда все признаки на поверхности, а это так. Этим летом немцы начали вырубать древние леса, чтобы заготовить дрова. В Польше семьи часами стояли в очереди за углем, совсем как 150 лет назад. В Британии правительство прогнозирует, что более 10 тысяч британцев замерзнут насмерть. Этой зимой, из-за нехватки топлива, замерзнут насмерть. В Англии. Такого не должно происходить в стране Первого мира. Европа стремительно откатывается в прошлое, и не ясно, чем это закончится. Возникает вопрос, из-за чего это все, а ответ предельно прост. Конфликт на Украине, вот из-за чего. Огромный процент энергии в Европу поступал из России. Этот импорт теперь запрещен, вроде как, чтобы наказать Владимира Путина. Каков результат этого наказания? Что ж, российский рубль сейчас намного сильнее, чем был год назад. Европейская экономика тем временем терпит крах. Европейцы намного беднее, чем были в начале военных действий на Украине. И где же здесь победа? Для Европы, Запада и демократии. Справедливый вопрос, это очевидный вопрос. Но никто в Вашингтоне его пока не задает. Вместо этого администрация Байдена совершает еще больше губительных ошибок, разрушающих Европейский Союз. Белый дом запретил российские нефть, природный газ и уголь. Это наш моральный долг. В то же самое время администрация Байдена подавила внутреннюю добычу нефти, отменив договоры аренды на месторождение. А затем, как будто этого было недостаточно, администрация Байдена продала часть нашего стратегического нефтяного резерва, возможно, самого важного ресурса страны, Китаю. Ничто из этого никак не навредило Путину. Все это обедняет Соединенные Штаты. Чем вообще можно оправдать такие шаги? Нам интересно. Любого, кто следит за событиями, наверняка интересует это. На этой неделе конгрессмен Джейми Раскин из Мэрилэнда, из Бефезды, дал такой ответ. Россия — православная христианская страна с традиционными социальными ценностями. И по этой причине она должна быть уничтожена, чего бы это нам не стоило. То есть это не обычная война. Это джихад. Джейми Раскин сказал это вслух. Но многие в Вашингтоне согласны с ним. В обеих партиях им хочется начать мировую войну трансов. Немедленно. Так что же этот джихад будет означать для вас? Ну, детали шокируют. Из-за религиозной войны администрации Байдена на Украине, в нашей стране вот-вот закончится дизельное топливо. Согласно данным Управления энергетической информации, к понедельнику недели благодарения, то есть через 25 дней, дизельного топлива больше не будет. И что же будет тогда? Все просто остановится. Потому что все грузовики, поезда и баржи просто не смогут двигаться. Как и сельскохозяйственная техника. Не будет поставок продуктов, потому что не будет грузовиков. Не будет дизельных генераторов. И тогда, неизбежно, наша экономика обрушится. Потому что все работает на дизельном топливе. Ни на солнечных панелях, ни на ветряках, на дизельном топливе. Дизель не то, без чего можно обойтись. У нас должен быть дизель. А что случится, если его не будет? Вчера репортер Fox Джеки Райнрих, похоже, единственная из пресс-корпуса Белого дома, задала представителю Белого дома Джону Кирби именно этот вопрос. В чем ваш план? У нас заканчивается дизель. У Джона Кирби, стоявшего на трибуне, представляющего Белый дом, президента США, администрацию, крупнейшую организацию в истории человечества, исполнительную ветвь власти. Ответа не было. Но не волнуйтесь, сказал он. Мы будем экспортировать достаточной энергии в Европу, чтобы помочь с прогрессивным крестовым походом на Украине. Смотрите. Что мы делаем, чтобы увеличить поставки дизеля, учитывая, что Управление энергетической информации заявило, что по состоянию на 14 октября в США был запас только на 25 дней, ведь северо-восток страны и Нью-Йорк уже рационируют топливо для обогрева жилищ. Что мы делаем, чтобы подготовиться к зиме и увеличить поставки дизеля? Я проработаю вопрос о дизеле, потому что у меня просто нет сейчас данных об этом. Позвольте проработать его и ответить позже. Но в целом президент работает очень, очень усердно, чтобы убедиться, что не только мы готовы к возможным колебаниям. А цены, кстати, уже снижаются, и мы думаем, что это важно. Но мы также делаем все возможное, чтобы помочь нашим европейским друзьям и партнерам, которым также предстоит долгая холодная зима. Мы удвоили наши обязательства, которые президент взял в марте по экспорту газа в Европу. Мы удвоили эти обязательства, говоря о фактических поставках туда природного газа. И мы работаем с иностранными поставщиками природного газа и нефти, чтобы выяснить, можем ли мы помочь нашим европейским партнерам диверсифицировать их хранилища и источники поставок. Давайте остановимся и насладимся иронией. Всего на секунду, потому что теперь все сплошная ирония. Они твердят вам уже десятилетиями, с тех пор, как Элгор покинул Белый дом, что величайшая угроза для мира — это потепление. И из-за их усилий по борьбе с потеплением, вам грозит опасность замерзнуть. И в отличие от потепления, мороз на самом деле убивает людей, много людей, каждый год. И приведет к гибели людей на Западе в этом году, благодаря их усилиям по борьбе с потеплением. Ясно. Второе, на что следует обратить внимание, это совершенно незаинтересованный, пресный ответ представителя Белого дома на простейший вопрос, что мы делаем с тем фактом, что у нас кончается дизельное топливо. Он понятия не имеет, и его не смущает, что он понятия не имеет. Проблема в том, что теперь уже ответа может и не быть, потому что ничего не сделать, чтобы избежать катастрофы. Дизеля мало не только в нашей стране, его мало в каждой западной стране, которая выступила на стороне Украины. У всех этих стран, готовящихся к мировой войне трансов, заканчивается дизельное топливо. Как сообщил журнал New York Magazine, в последний раз, когда было так мало дизеля, было примерно на 3,5 миллиарда меньше людей на планете. Неплохо дает оценить масштаб ситуации. Администрация Байдена отреагировала ранее, в этом году, на рост цен на бензин, которого они боялись больше всего, потому что совсем скоро промежуточные выборы, задействовав стратегические запасы нефти. Но это здесь не сработает. В северо-восточном запасе топлива для обогрева есть миллион баррелей дизеля на случай ЧАЭС. Проблема в том, что спрос везде настолько высок, что, по данным Washington Post, даже если администрация Байдена использует все до последней баррели из этого запаса, то его хватит меньше, чем на 6 часов. А заканчивается ведь не только дизель, авиатопливо подорожало на 23% только за последний месяц. Керосин, который, как вам известно, если не живете в Нью-Йорке, используется для обогрева домов, чтобы люди не умирали. Сейчас стоит почти 7 долларов за галлон. Кто еще согревается керосином? Кстати, бедные люди греются керосином. И именно они не могут его купить. 7 баксов за галлон. В Новой Англии люди боятся замерзнуть насмерть зимой. Смотрите. Домовладелица из западного Хартфорда Шарона Резник-Кравец платит за топливо для отопления дома уже больше 35 лет. Это Новая Англия. Зимой тут холодно. Нам холодно. Шарона – вдова, живущая на фиксированную пенсию. Она говорит, что до того, как ее муж скончался, они вместе оплачивали счета. Теперь ей приходится идти на жертвы. Как вы готовитесь и пытаетесь понять, чем вы сейчас могли бы пожертвовать? Ну, едой. Я хожу в продуктовый и очень эскетична в том, что покупаю. Она говорит, что при цене в 6 долларов за галлон, покупка топлива стала огромным бременем. На средний дом приходится 800 галлонов топлива в год. Это почти 5000 долларов по текущему курсу. Такого не должно происходить в нашей из всех стран. Соединенные Штаты обладают одними из богатейших, по некоторым подсчетам, самыми обширными запасами энергии на планете. Это наша основная сила. Дешевая энергия. Вот почему у нас богатая страна. Вот причина. Вот в чем наша исключительность. У нас дешевая энергия. И наша страна была энергонезависимой всего пару лет назад. Если бы вы хотели исправить экономику, вы бы снова сделали страну энергонезависимой. Вы бы вернули дешевую энергию. Это приведет экономику в порядок быстрее всего. Это единственное, что может спасти экономику. Но администрация Байдена, по какой-то причине, делает ровно наоборот. Истощает наши стратегические запасы. Они выпустили еще 15 миллионов баррелей на днях. Поскольку они знают, что и этого надолго не хватит. Белый дом также умаляет иностранные правительства о помощи самым унизительным образом. Байден недавно летал к саудитам и тайно умалял их добывать больше нефти. По сообщению New York Times, главные советники Байдена думали, что они заключили секретную сделку по увеличению добычи нефти. Но затем королевская семья саудов решила не соглашаться с этим. Они не наращивают добычу нефти, они делают обратное. Саудовский министр нефти сейчас призывает Запад готовиться к нехватке энергоносителей. Мой глубочайший долг разъяснить всему миру, что потеря резервных запасов может стать болезненной в ближайшие месяцы. Нехватка энергии это вам не спор о том, должен ли какой-то чувак быть в женской команде по плаванию. Тут все по-взрослому. Взлеты и падения целых стран зависят от того, сколько стоит энергия. А когда возникает реальная нехватка энергии, все разваливается, люди умирают. Экономика рушится, наступает бедность, системная бедность. Не только в плохом районе города, но и в вашем районе. Тут все реально. Проблема в том, что люди во главе правительства — это дети. Они не только не могут признать, что сделали неправильно, они даже не понимают этого. Вот Карин Жан-Пьер, светоч равенства и пресс-секретарь Белого дома, отвечает по теме вчера. Каковы ваши мысли по поводу сообщения Нью-Йорк Таймс, что официальные лица США думали, что заключили сделку с аудитами до того, как президент отправился в Саудовскую Аравию на встречу с наследным принцем, но они думали, что заключили сделку по поставкам нефти и по цене на нефть, но саудиты отказались от этой сделки. Что можете рассказать об этом? Ну, мы очень ясно дали понять, что, по нашему мнению, некоторые части этого отчета были неправильно охарактеризованы, и что было... Некоторые изменения были внесены в этот доклад. И мы также ясно говорили, что наша поездка, что поездка президента на Ближний Восток была связана не с нефтью. Было ли достигнуто понимание, Карин, с аудитами, от которого они затем отмежевались? Опять же, поездка была не из-за нефти. Какая-то стыдоба. Она даже в согласовании глаголов ошибается, и это пресс-секретарь. Смехотворно. Она без понятия, что такое нефть, и она лжет. Они все такие. Эти люди не способны управлять страной, настолько большой и настолько сложной, и поэтому она разваливается. Джо Байден обвиняет заправочные станции в высоких ценах. Как Камала Харрис реагирует на все это? Но она реагирует на нехватку дизеля, говоря вам, что дизель — это плохо. Смотрите. Я питаю особую нежность к электрическим школьным автобусам. Обожаю электрические школьные автобусы. Ежедневно 25 миллионов детей в нашей стране каждый день ездят в школу на этих дизельных школьных автобусах. И сотни, тысячи водителей школьных автобусов вводят эти автобусы, которые... И все эти люди, эти дети, эти взрослые вдыхают то, что токсичный воздух. То есть леди, у которой никогда не было детей, читает вам лекцию о детях. Человек, у которого никогда не было настоящей работы, поучает вас об энергетической политике. Женщина, говорившая, что маски остановят ковид, рассказывает о дизельных парах и их воздействии на организм. Это смешно. Правда в том, что эти люди вот-вот получат пощечину от реальности. А реальность вот какая. У нас 25 дней, чтобы предотвратить экономическую катастрофу. Катастрофа. Вот что будет, если у нас закончится дизельное топливо. Это важнее, чем введение джихада на Украине. Это важнее, чем мировая война трансов. Все зависит от этого. И у нас 25 дней, чтобы это исправить. Джош Хоули представляет штаб Миссури в Сенате, и он присоединяется к нам сегодня. Сенатор, большое спасибо, что пришли. Похоже, что многое из того, что мы обсуждаем, я считаю важным. Нехватки дизельного топлива следовало бы быть в самом верху, и я бы сказал, списка того, что важно, я не вижу, чтобы кто-то обращал на нее внимание. По логике все так, Такер, но по логике также было бы не очень разумно закрывать главный источник или один из основных источников богатства и рабочих мест. И я думаю, что на самом деле то, что делает администрация Байдена, это религия для них. Климатическая повестка — это их религия. Она заключается в том, что Америка принципиально плоха. И что то, как живут в особенности американские рабочие и семьи среднего класса, это плохо, и что это нужно изменить. Им не нравится, когда люди разъезжают на машинах, им не нравится, сколько энергии мы используем. Почему? Потому что им не нравится, как мы живем. Они хотят изменить наш образ жизни, так что настоящая цель их войны — это американский народ, все представители среднего и рабочего класса. И если это их цель, то у них получается, потому что они подрывают страну. И думаю, поэтому мы увидим, как избиратели скажут «с нас хватит». Ведь Джейми Раскин, который является одним из самых известных прогрессистов в Палате представителей, выходит и заявляет письменно, что нам нужно начать войну с Россией, потому что это христианская консервативная страна. Есть, конечно, много причин не любить Путина или людей с другими взглядами на вторжение на Украину, но этот парень говорит о религиозной войне. Может ли член Конгресса говорить такое, и следует ли его принимать всерьез? Это похоже на джихадистские штучки, и это пугает меня. Знаете, не хотелось бы воспринимать его всерьез, если бы не тот факт, что это партия большинства, контролирующая все правительство, обе палаты Конгресса и Белый дом. Но вот кое-что, Такер, о чем они не говорят вслух, но это чистая правда. Дело в том, что война, которую они действительно ведут, культурная война, в которой они больше всего заинтересованы, идет прямо здесь, в США. Это Америка, а значит, будем честны, христианская культура, которая им не нравится. Это то, как мы живем, то, как живут рабочие и представители среднего класса, это ценности, которых мы придерживаемся. Им не нравится ничего из этого, и они хотят разрушить экономику, которой живут американские средние и рабочие классы. Вот почему Джо Байден высказывается в духе «это необходимый переход». Переход к чему? К их светской прогрессивной утопии, полагаю. А нам, тем временем, нужно всем страдать от последствий. Да, Армагеддон называется переходом. Так, слово сказать. Сенатор Хоули, большое спасибо, что были с нами сегодня. Благодарю. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!